привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит сегодня мы изучаем биотехнологии и я хотел бы рассказать вам очень занимательную интересную тему это уровни репликации биологических объектов так что если вы хотите узнать какие у нас есть уровни какие объекты биологически могут реплицироваться это видео для вас погнали без задержек и так давайте вспомним что мы уже изучили у нас есть репликаторы и самым главным рик репликатором являются биологические молекулы так что-то не подделал биологические молекулы эти молекулы называется дизоксирибонуклеиновая кислота и просто рибонуклеиновая кислота собственно это главные репликаторы что такое репликатор репликатор это некий объект который может создавать свою копию если мы рассмотрим днк который у нас представляет такой вот спиральную структуру то специальный фермент может разрезать вот эту двойную цепочку пополам собственно появляется две цепочки которые комплементарным друг другу они достраиваются при помощи того же принципа комплементарности про который я уже рассказывал ссылка сейчас будет здесь и получается две молекулы которого также скручиваются такую же вот спиральку двойной да то есть происходит репликация вот так вот обозначим ее собственно это первый уровень репликации то есть первый уровень так он назовем это носители генетической информации носители генетической информации действительно днк и рнк это молекулы которые несут генетическую информацию вот в этих нуклеотидах записаны буквы генетического кода мы будем еще детально изучать как из этих букв производится вот то что мы видим перед собой биологические объекты более высокого порядка ну и собственно второй уровень от первого ко второму переходим это клетки клетки да те самые маленькие биологические машинки которые составляют наше тело биологический организм состоит из триллионов клеток каждый из них может реплицироваться здесь на промежуточном уровне еще могут быть белки и есть белка подобные биомолекулярные комплексы которые реплицируются сами по себе это прионы ну и белки можно рассматривать как репликаторы просто они не могут реплицироваться сами по себе также здесь давайте вот так называем прионы и вирусы но кроме прионов вот эти штуки вирусы белки белки это так скажем полу репликаторы то есть они могут реплицироваться но не сами по себе то есть им нужно для этого какие-то другие вспомогательные вещи а что касается клеток у клеток есть главный способ репликации это метод метод помните когда у нас клетка разделялась на две клетки и внутри клетки хромосомы также реплицировались то есть репликация второго уровня приводит к репликации первого уровня то есть в хромосомах хранится днк и она тоже реплицировалась про метод я тоже рассказывал сейчас здесь будет ссылка и мы переходим к третьему уровню третий уровень это организм и организм на промежуточном между втором и третьем уровне можно расположить ткани и органы но тут скорее не репликация происходит а не понимаю что случилось не репликации происходит а сейчас это был термин реставрация регенерация регенерация органов и тканей а вот что такое органы органе органы организма как происходит репликацию организм но это тот самый половое размножение либо бесполое размножение беспол без полое размножения тоже есть это почкование да или клонирование и есть половой размножить что такое половое размножение у нас есть женский организм у нас есть мужской организм они в рамках полового процесса половой процесс сейчас тоже будет ссылка здесь создают новый какой-то организм То есть если это у нас человек, вот создается новый человек Появляется новый как бы организм Были старые организмы, то есть мужской и женский Самка и самец, да Они соединили свой генетический материал специальным образом Гометы, появилась зигота, зигота получилась в новый организм То есть появился новый организм, произошла репликация Ну здесь конечно репликация происходит не точное копирование генетической информации Намного сложнее Так, и как ни странно, существует четвертый уровень репликации биологических объектов Это организация Организация это тоже очень важный уровень репликации Действительно, про организацию людей вы сами подумаете на досуге Это будет ваше домашнее задание Узнать как, какие организации, жизнеспособные организации существуют у людей И как они реплицируются, да Как осуществляется вот это вот создание новых организаций А мы рассмотрим обычные организации у животных У биологических объектов более низкого уровня Это раи Раи Ну или там муравьиные Куча Очень легко наблюдать за муравьями Очень интересно более того И возможно мы посвятим несколько видео шпаргалок этой теме Потому что муравьи это прекраснейшие, прикольнейшие модельные объекты и объекты для наблюдений Я расскажу много очень интересного про муравьев Я огромное количество времени посвятил наблюдению за ними И могу прям рассказать свой собственный личный опыт И вот есть у нас муравьи, которые называются в форме коруфа Это рыжий лесной муравей У них есть огромные кучи, которые в лесу каждый из вас видел Кучи Муравьиные кучи, да Кстати, этот вид занесен в красную книгу Не разрушайте эти кучи, эти муравьи очень полезны Несмотря на то, что их огромное количество в лесах Тем не менее, они занесены в красную книгу Поэтому я вот даже красным их выделил Итак, муравьиные кучи в форме коруфа могут делиться То есть реплицироваться То есть вот здесь живет матка муравьиная Которая откладывает яйца И когда рабочая семья разрастается таким образом Что вот один муравейник уже не может ее прокормить Так скажем, образно говоря То отдельная группа муравьев выращивает себе новую матку из яйца И уходит с ней И организует новую маленькую кучку Недалеко от этой, от материнской кучи То есть от роя муравьиного отпочковался маленький другой рой То же самое происходит у пчел Мой дед был пчеловодом Дед, от которого я получил свою фамилию Он был пчеловодом И я все свое детство провел на пасеке И я прекрасно видел, как это происходит Прямо вот наяву То есть когда из улья вылетает рой В улье остается другой рой То есть это разделение организации Биологических объектов Но при этом сама организация Также является биологическим объектом И как бы происходит вот такое вот деление Таким образом мы изучили и увидели Четыре уровня репликации биологических объектов Повторю, это непосредственно сами биологические молекулы ДНК, РНК Это клетки Это организмы, которые состоят из клеток И это организации, которые состоят из организмов Вот эти четыре уровня я выделяю И многие ученые-исследователи их выделяют И при этом лично я считаю, что уровней выше четвертого Наверное не бывает То есть не бывает организаций, которые состоят из организаций То есть таких мета-организаций Или там пакет с пакетами Пакета с пакетами нет Выделять смысла нет Хотя, конечно, можно В теории графов, например В математической теории графов Есть такое понятие, как граф-клик И это могло бы быть как раз Аналогом, математическим аналогом Вот этого биологического объекта, который представлял бы собой Множество организаций, объединенных какой-то целью Но, возможно, пятый уровень стоит выделить И это репликация экологических систем То есть вот именно экологическая система Представляет собой организацию организации То есть вот этот вот граф-клик Где каждая клика это отдельный вид Вид живых организмов И, собственно, мы до этого еще не дошли Но когда мы начнем колонизировать другие планеты Мы столкнемся вот с этим вот возникшим эмерджентно Пятым уровнем репликации биологических объектов И, собственно, человечество должно к этому стремиться Я буду раз за разом это повторять Это самая главная цель человечества Начать клонировать себя Реплицировать самую себя И саму экосистему Земли На другие пригодные для этого планеты Ну что ж, надеюсь, было интересно Это такой получился немножко более философский, чем прикладной выпуск Тем не менее, он нам потребуется Чтобы понимать, как бы структурировать у себя в голове вот это знание И, надеюсь, все было понятно Если что-то непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях Ну а так, как всегда, ставьте лайк Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь Ну а с вами был Роман Душкин До новых встреч, пока, до свидания Редактор субтитров А.Семкин